Семинар 25 Здравствуйте еще раз. Мы добрались уже до семинара 25. Что было вообще на 25-й лекции? На 25-й лекции были прямолинейные образующие на однополосном гиперболоиде, двуполосный гиперболоид, эллиптический параболоид, гиперболический параболоид и его прямолинейные образующие. Поэтому, на самом деле, главная тема этого семинара – это прямолинейные образующие. Я надеюсь, что мы, может быть, посмотрим еще и на сечение, потому что эта тема такая близкая. Давайте мы решим какую-нибудь задачу про прямолинейные образующие. Вот давайте решим 750. 750. Значит, найти угол найти угол между прямолинейными образующими напрямолинейными образующими однополосного гиперболоида. Однополосного гиперболоида. Уравнение его дано явное у нас, проходящими через точку 1, 4, 8, беря на этих образующих лучи, направленные от данной точки к горловому эллипсу. Что у нас здесь есть? Давайте мы нарисуем картинку. Значит, вот у нас есть этот самый однополосный гиперболоид. Вот у него здесь есть горловой эллипс. Значит, у нас он тут в каноническом виде, поэтому, значит, вот это у нас ось Z. И горловой эллипс у нас это сечение, значит, плоскостью Z равно нулю. Да, ну, правильнее, на самом деле, даже ось Z рисовать здесь, потому что, на самом деле, она проходит там. Вот. И дана какая-то точка, да. Значит, через эту точку проходят две прямолинейных образующие. Вот мы возьмем на них направляющие векторы в сторону горлового эллипса, да, и найдем угол. Вот. Ну, поехали. Как делать такую задачу? Ну, на самом деле, хотя у вас есть какие-то там, значит, готовые формулы для прямолинейных образующих, которые можно выискать в книжках, на самом деле можно найти все просто явно-явно в лоб в данной задаче. Смотрите, давайте я скажу, что вот у меня есть просто прямая проходящая через эту точку в параметрическом виде, да. Она устроена тогда как? Как у нее устроена уравнение, да. Начальная точка плюс координаты направляющего вектора умножить на t, да. То есть вот у меня параметрическое уравнение, да, значит, прямой. Какое условие того, что это прямая прямолинейная образующая, да. То есть давайте напишем, что это значит параметрическое уравнение прямой, проходящей через точку 1, 4, 8. Теперь смотрите, значит, какое условие того, что это прямой линейная образующая. Это значит, что если я подставлю это в уравнение нашего однополосного перболоида, то это будет тождество. Для любого t должен получиться 0, да. Значит, так как это образующее, то для любого t у нас тогда значит что? Значит, x у нас 1 плюс αt в квадрате плюс y в квадрате 4 плюс βt в квадрате минус, значит, 8 плюс γt в квадрате поделить на 4 равно 1. Отлично. Давайте мы раскроем скобки. Что у нас будет значит? 1 плюс 2 αt плюс α2t в квадрате плюс 16 плюс 8 βt в квадрате минус, а тут значит будет у нас, давайте, скобка здесь мне уже ни к чему, значит, на 4, 8 в квадрате 64, значит, минус 16. 12 γt плюс у нас γt в квадрате плюс γt в квадрате и все это равно единице. Так как это верно для любого t, то у меня тогда, значит, коэффициенты при любой степени t должны быть 0. Что у меня при t в квадрате? Значит, при t в квадрате у меня α2 плюс β2 плюс γt в квадрате плюс γt в квадрате на 4. Вот у меня, значит, коэффициент при t квадрате, что у меня при t, да? При t у меня 2 α, дальше у меня плюс 8 β, а еще у меня, смотрите, минус на минус, так почему здесь минус? Здесь плюс, значит, 16 поделить на 4, это 4, да? Значит, минус, потому что снаружи стоит минус, минус 4 γt, ну и, значит, и свободный коэффициент, который у нас будет плюс 1, плюс 16, минус 16, еще единицу и повинницу, минус 1 равно 0. Значит, ну, это вот все у нас сократится, значит, это сократится ровно потому, что точка 148, она лежит на нашем однополосном гиперболуиде, да? Значит, так как у нас это равно 0 для любого t, да, то это значит, что просто вот это тождественно 0, поэтому соответствующие коэффициенты у нас 0. Потом получится α квадрат плюс β квадрат плюс γ квадрат на 4 равно 0, и, соответственно, 2 α плюс 8 β минус 4 γ равно 0, да? Значит, второе уравнение можно сразу же разделить на 2, у меня получится вот такая вот система. Ну, давайте даже здесь умножу на 4, чтобы не таскать дроби, не хочу таскать дроби, у меня будет 4 α квадрат плюс 4 β квадрат плюс γ квадрат равно 0, я делю, а здесь будет α плюс, значит, плюс 8, а я делю на 4, плюс 4 β, значит, а здесь будет минус 2 γ равно 0, да? Теперь смотрите, значит, у нас, как мы знаем, нет горизонтальных образующих, то есть нет примененных образующих, которые лежат в горизонтальной плоскости, поэтому у нас γ не равна 0, поэтому мы можем, да, и заметить, что векторы, естественно, определены неоднозначно, любой вектор пропорциональный им, он у нас тоже будет направляющим вектором примененные образующие. С другой стороны, поэтому мы можем взять γ, равной любому числу, да? С другой стороны, смотрите, как бы наши векторы, они смотрят вниз, почему? Потому что у нас z-координата, она 8, она положительная, мы лежим в верхней полуплоскости, поэтому векторы, которые смотрят в сторону горлового эллипса, они направлены вниз, то есть z должен быть отрицательный. Поэтому, значит, возьмем γ равно минус 1, значит, что бы, значит, смотрим в сторону горлового эллипса. Вот, значит, отлично. Что у нас всегда будет? Да, у нас наша система уравнения, она пройдется у нас, даже, может быть, знаете, вот из-за того, что здесь вот там стоят четверки, давайте я возьму здесь двойку, мне тогда жить будет проще. Да, смотрите, первое уравнение превращается в 4 α² плюс 4 β² плюс 4 равно 0, а второе превращается в α плюс 4 β плюс 4 равно 0. Да, отлично. Поэтому первое уравнение α² плюс β² плюс 1 равно 0. Так, 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 сейчас у меня тут где-то беда. Беда, потому что такое уравнение, оно, естественно, неразрешимо. Беда, потому что я вот здесь неправильно написал знак. Вот здесь будет минус γ² на 4, а то я лихо решаю уравнение, у которого нет корня. Здесь минус, поэтому здесь будет минус 4, а здесь будет минус 1. Отлично. Вот, а здесь у нас, значит, будет, давайте напишу α равно, значит, у нас минус 4, минус 4 β. Ну и прекрасно, я подставляю тогда это в первую самую штуку. Минус 4, минус 4 β у нас минус 2, значит, в квадрате плюс β в квадрате минус 1 равно 0. Что же у меня тогда выйдет? Какое-то у меня выйдет отвратительное уравнение. Ну, ничего страшного, сейчас будем бороться. Что здесь будет? Здесь будет 16. Давайте даже так, давайте я 16 вынесу, а здесь будет 1 плюс β в квадрате плюс β в квадрате минус 1 равно 0. Поэтому у меня получается 16 плюс 32 β плюс 16 β в квадрат плюс β в квадрат минус 1 равно 0. Какое-то у меня очень тягостное, получается, очень тягостное, получается, уравнение. Ну, что тут, что тут сделаешь? Получается 17 β в квадрат плюс 32 β плюс 15 равно 0. Ну, у этого уравнения, конечно, два решения, но меня смущает его вид. Давайте я несколько зажульничаю, я посмотрю в ответ, чисто чтобы убедиться, что ответ действительно ужасный. Значит, давайте здесь считать дискриминант на 4. Да, это значит, что такое будет? Это значит, что будет β на 2 в квадрате минус АС. Значит, 32 на 2 это 16. 16 в квадрате минус 17 на 15. 16 в квадрате, 6 в квадрате 36. 1, а здесь 12, это 256. 256 минус. Минус кто? Значит, а тут 15, то есть 17 на 15. Значит, 35, 85, а здесь 17, это 255. Кто бы мог подумать? Поэтому дискриминант на 4 равен здесь, значит, единице. Значит, у нас тогда корни, значит, это минус B плюс минус корень из дискриминанта на 2А. Значит, разделим сверху снизу на 2. Это значит, будет минус B на 2 плюс минус корень из D на 4 на А. Значит, что это будет? Значит, это будет минус 16 плюс минус 1 поделить на 17. Да? Значит, какие у нас тогда будут корни? Значит, у нас β1 это будет, когда я возьму там знак минус, это будет минус 1. А когда я возьму знак плюс, это будет, прости господи, минус 15, 17. Ну, как говорится, уж какие ответы есть, такие и есть. Да? По крайней мере, значит, они у нас вычислились. Тогда какие у нас варианты для направляющего вектора? Значит, соответствующий тогда α здесь равен минус 4 плюс 4, это у нас 0. А здесь тогда соответствующий α равно минус 4 плюс 4 на 15, 17. Кто же это такой? Ну, смотрите, это 4,17 умножить на минус 17 плюс 15. Так ведь? Потому что, если я поведу к общему замену, это будет минус 4,17 плюс 4,15. А это у меня 4,17 умножить на минус 2. Поэтому это минус 8,17. Поэтому у меня получается, значит, первый вектор. Значит, он будет α равно 0, β-1, γ-2. Давайте я назову его v1. Значит, v1. А v2 у меня будет, ну, давайте мы посмотрим. То есть у меня α это минус 8,17. Значит, β у меня минус 15,17. А γ равно минус 2. Вот. Я не люблю такие числа, поэтому давайте я умножу его на 17. У меня будет минус 8, минус 15, минус 34. Ну, все-таки с такими проще работать, да? Отлично. Тогда у меня косинус угла будет какой? Значит, скалярное произведение. Я умножаю этот вектор на вот этот вектор. У меня будет 15 плюс 68, да? А здесь у меня будет корень из 1 плюс 4. А здесь будет корень из, прости господи, 8 в квадрате плюс 15 в квадрате плюс 34 в квадрате. Наша жизнь сейчас будет нелегкая, но посмотрим. Значит, 15 плюс 68. 15 плюс 68 это 83. Значит, здесь будет корень из 5, а что же будет здесь? Да, значит, это будет у нас 64 плюс 15 в квадрате, значит, 25, 1, 10, 225. Плюс, а тут у нас будет, значит, 3, 4 в квадрате, 16, 9, 3х4, 12, еще на 2, 24, 6, 5, 11, плюс 1156. Господи Иисусе. Так, теперь давайте складывать все это. Значит, у меня 1156 плюс 225 плюс 64. Что же это будет? Значит, 6 плюс 5 это 11 плюс еще 4, это 15. Здесь, значит, у нас 5 плюс вот эта единица это 6, еще плюс 6, 12, еще плюс 2, 14. Здесь 2 плюс 3 плюс 1, 4, 1145. Давайте я 1445 разделю на 5, оно явно делится. Значит, здесь будет 2, дважды 5, значит, минус 10. Здесь будет 44, это значит, будет 8, 5 и 8 минус 40. И еще 5, это будет 9, да? 5 в 9, 45, да? Поэтому это получается 83 поделить на 5 корней из 289. А теперь могу ли я здесь извлечь какой-нибудь корень? Ну, является ли это чьим-то полным квадратом? Ну, по-видимому, нет, я не могу себе придумать такой полный квадрат. Что-то может быть 13 в квадрате, это значит, у нас 9, 1, а здесь будет 6. Здесь будет 169, совсем не подходит, нет. Сейчас 15 в квадрате 225, а, например, 16 в квадрате 36, 1, 12, 256. Так, а вот 17 в квадрате, 7 в квадрате, 7, 7, это что у нас там, 49, 1, а там будет 14. А, так это 17 в квадрате, господи, 83 на 5 на 17, равно. То есть, здесь осталось тогда умножить 83, а здесь это 50 плюс 35, 85. Вот, ответ, значит, у нас, что косинус фи равен, вот. То есть, вот, значит, мы нашли этот самый угол. Я даже верю в этот ответ, потому что когда из такого числа у вас извлекается корень, ну, это чудо. Вот, значит, на самом деле, там, если посмотрите, эти задачи, они тесно связаны с пересечением с плоскостями. Поэтому это то, что я хочу сейчас порешать. Там есть задачи двух типов. Мы сейчас увидим, что, значит, там нужно делать при этом разный подход. Давайте мы посмотрим сейчас на задачу, например, да, значит, это у нас, там, следующий параграф, плоские сечения поверхностей второго порядка, значит, плоские сечения поверхностей второго порядка. Это параграф 7, 6. Давайте мы посмотрим, например, на задачу 780. Вот у нас задача 780. Что у нас тут, значит, есть? По какой линии плоскость х плюс у минус z плюс 3 равно нулю пересекает двуполосный гиперболоид? Значит, х квадрат плюс у квадрат минус z квадрат равно минус 4. Значит, смотрите, вот здесь вас спрашивают просто тип. По какой линии там? Ответ там по эллипсу, по гиперболе, по паре прямых. Как ее сделать? Вот смотрите, вот у вас есть, значит, какой-то там двуполосный гиперболоид. Давайте я его нарисую здесь, да. Его пересекает какая-то такая вот наклонная плоскость. Ну, давайте там представим, что она пересекает его как-то так. Вот смотрите, что будет, если я напишу вот такую вот систему. Смотрите, вот эти вот пересечения, оно задается у нас вот такой системой. Да, это вот пересечения. А теперь смотрите, я могу из вот этого уравнения выразить z. Да, вот у меня из этого следует, что z это x плюс y плюс 3. Я могу подставить это, значит, вот туда. Вот что у меня будет? У меня будет x квадрат плюс y квадрат минус x плюс y плюс 3 в квадрате равно минус 4. Посмотрите, что это значит. А это значит вот что. Что у меня вот здесь вот есть плоскость, вот z. И я на нее спроецировал не октагонально, причем, а припендикулярно нашу кривую пересечения. Потому что, смотрите, если у нас x и y это решение вот такой вот штуки, да. То есть это вот у нас вот какая-то точка здесь. То я могу тогда выискать вот z по ним, и я окажусь здесь. Я буду болтаться там. Наоборот, если у меня есть какая-то точка x, y, z, лежащая на пересечении, она удовлетворяет обоим уравнениям, да, поэтому она удовлетворяет этому. Поэтому, смотрите, вот эта вещь, это уравнение октагональной проекции кривой пересечения на плоскость z равно 0. Ну или на самом деле любую плоскость z равно константа. Смотрите, вот когда вы делаете неоктагональную проекцию, у вас метрическая информация, она теряется, да, потому что, например, у вас может быть окружность, а если вы ее, если она такая вот наклоненная, и вы ее октагонально проецируете, она покатится у вас в эллипс с разными полуосями. Поэтому полуося у вас не сохраняется. Но при этом у вас все-таки, у вас, значит, более-менее ясен тип. Потому что, смотрите, как бы у вас эллипс, он может спроекцироваться только в эллипс, или если вдруг он лежит у вас в вертикальной плоскости, он спроекцирует у вас в отрезок. Вы из эллипса не можете получить, например, в проекции гиперболу. Это понятно. Почему как-то, да, казать строгая. Эллипс у вас ограничен, да, значит, у вас. А проекция гипербола у вас не ограничена. Этого не может быть. Поэтому изучая, значит, тип проекции, можно сказать, что у вас было наверху. Давайте это сделаем. Вот у нас уравнение этой самой октагональной проекции. Давайте я его сперва приведу просто. Значит, что у меня будет? У меня будет х квадрат плюс у квадрат. Что дальше будет? Раскрываем аккуратно скобки. Минус х квадрат минус у квадрат минус 9. Это квадраты. А еще нужно вычесть попарные произведения. У вас будет минус 2ху минус 6х минус 6х. Все это равно минус 4. Но здесь в этой задаче все очень тщательно подобрано. Значит, это сокращается с этим. То есть, как бы, на вот это с этим. В общем, х квадрат с х квадрат, у квадрат с у квадрат. Что у нас получается? У нас получается здесь минус 2ху минус 6х минус 6у. Четверка я принесу в эту часть. Минус 9 плюс 4. Это минус 5 равно 0. Значит, я могу ее даже здесь... Давайте я умножу ее на минус 1. У меня тогда будет, значит, вот такая вещь. Смотрите, да. Значит, здесь у меня просто-таки сразу же видно, что это гипербола. гипербола. Почему? Ну, потому что, смотрите, я могу легко представить ее вот в таком вот виде. Да, смотрите, я напишу, что здесь 2 на... Давайте так. Я ее разделю на 2. Что у меня будет xy плюс 3x плюс 3y плюс 5 вторых равно 0. А дальше я напишу так. Смотрите, x плюс 3 на y плюс 3. Смотрите, если я раскрываю скобку, у меня будет xy плюс 3x плюс 3y плюс 9. Да? Поэтому я напишу здесь, значит, минус 9 и плюс 5 вторых равно 0. Если я теперь скажу, что вот это у меня x штрих, а вот это у меня y штрих, я получу уравнение x штрих y штрих равно... А здесь, что мне надо сделать? Единственное, я переношу в другую часть. Там 9 минус 5 вторых. 9 минус 5 вторых. Это у нас, значит, 18 минус 5, 12 вторых. Ну, это гипербола, да? Вот. А дальше мы, значит, делаем вывод. Смотрите, как бы, нужно просто взять и сообразить, какие у нас бывают тогда квадрики сверху. Эллипс. Эллипс проецируется в что-то ограниченное. Он не может проецироваться в гиперболу. Нет. Гипербола может проецироваться в гиперболу. Да. Парабола. Парабола всегда лежит в полуплоскости. Для гиперболы это неверно. Поэтому нет. Пара прямых будет проецироваться или в пару прямых, или в прямую. Поэтому у нас проекция гипербола, ну, скажем так, полностью дуэтно напишем, проекция линии пересечения гипербола. Следовательно, сама линия пересечения тоже гипербола. Ну, все, значит, мы знаем ответ. По какой линии плоскость пересекает полосный гиперболу? Ответ. По гиперболе. А вот гораздо хуже, когда вам нужно сделать полное исследование. Вот смотрите, давайте там, значит, сделаем 792.1. Смотрите, что у нас здесь. В каждом из следующих случаев определить вид линии пересечения поверхности с плоскостью и определить расположение линии относительно исходной системы координат. Ну, давайте будем делать. Значит, у нас здесь х квадрат плюс у квадрат минус z квадрат равно нулю. Значит, кто это такой? Это просто прямой круговой конус, и у вас есть вот такая вот плоскость. Значит, вот если вы хотите сделать такое вот полное исследование, чтобы, значит, знать все, тогда нужно делать следующую штуку. Смотрите, вам нужно ввести новую систему координат, охотогональную, в которой вот эта плоскость имеет вид z штрих равну нулю. Значит, давайте мы напишем, введем новую систему координат, значит, в которой секущая плоскость имеет вид z штрих равну нулю. Значит, чтобы это сделать, нам нужно понять одну простую вещь. Значит, нам нужно... Смотри-ка, у нас как вообще устроена замена координат, да? Мы пишем, что x, y, z равно... Значит, тут у нас матрица перехода, значит, на x штрих, y штрих, z штрих плюс... А тут у нас, значит, та точка, которая будет у нас, значит, новой системой координат, да? То есть, смотрите, вот у меня здесь вот наш этот самый конус, значит, здесь наша какая-то там система координат текущая, там, x, y, z. Значит, есть наша плоскость, да? Значит, она устроена как-то у нас там, значит, она не зависит у нас от y, но она как-то там вот так проходит, да? Ну, скажем так, плохая картинка, плохая картинка, давайте я нарисую ее так. Вот у вас есть плоскость, секущая ваш, ваш там этот самый конус, да? Вот я хочу взять в качестве начала координат какую-то точку здесь и сделать так, чтобы она имела вид z штрих равно нулю. Это значит, что у меня вот начало координат лежит в этой плоскости, да? Вот эта вот у меня точка x0, y0, z0 принадлежит плоскости, да? А ось z штрих охтагональна ей. Отлично, давайте мы выберем какую-нибудь точку, принадлежащую этой плоскости. Ну, например, этой плоскости, очевидно, принадлежит точка 1, 0, 0, да? Значит, вот 1, 0, 0, да, или 0, 1, 0, давайте 0, 1, 0, да, она очевидно принадлежит. Да, 0, 1, 0, 0, 1, 0 принадлежит плоскости. Пусть, значит, у нас тогда x0, y0, z0 равно 0, 1, 0. Отлично. Теперь, смотрите, как бы нам нужно, значит, взять теперь оси z, которая смотрит вот туда, да? Смотрите, как бы у нас, когда плоскость имеет вид ax плюс by плюс cz плюс d равно 0, тогда вектор abc это у нас нормаль, да? Тогда, так как у нас нормаль к плоскости должна быть вдоль оси z, то я в качестве третьего вектора, смотрите, у меня z, это третий вектор, я хочу взять вектор, который у меня пропорционален этому. Смотрите, это у меня вектор 1, 0, минус 1. Он длины корень из 2, поэтому мне нужно разделить на корень из 2. Отлично. Теперь, смотрите, вот е1 штрих, е2 штрих дополняют е3 штрих до авто нормированного базиса. Как нам их выбрать? Давайте посмотрим. Смотрите, я в качестве е1 штрих возьму любой вектор, октагональный этому. Здесь его легко угадать, это просто 0, 1, 0. Он, очевидно, октагональный этому. А тогда в качестве е2 штрих я хочу, если я знаю два вектора единичной длины, как мне найти третий, октагональный им? Нужно просто взять их векторное произведение. Поэтому я возьму, значит, е3 штрих на е1 штрих. Равно. Ну что, значит, вот у меня этот самый, как мы считаем, векторный произведение. И ЖК. Тут у меня 1 на корень из 2, 0, минус 1 на корень из 2, а здесь 0, 1, 0. И что это у меня выйдет за вектор? Это у меня выйдет вектор 1 на корень из 2, 0, 1 на корень из 2. Ну, в самом деле, очевидно, этот вектор октагонален этому, и этот вектор октагонален этому, и он имеет длину 1. Поэтому, значит, мы готовы к тому, чтобы написать замену. Наша замена. x, y, z равно... Значит, мы не забываем, что мы пишем векторы в правильном порядке по столбцам. Значит, первый вектор у нас, 0, 1, 0. Второй вектор у нас, значит, это вектор 1 на корень из 2, 0, 1 на корень из 2. И, наконец, третий вектор, 1 на корень из 2, 0, минус 1 на корень из 2, значит, x, y, z, z, и мы должны еще, значит, сдвинуться на, значит, точку у нас, значит, 0... Кстати, не-не-не-не-не 0, это опечатка, 0, 0, 1. 0, 0, 1. У меня же, если x 0, а z 1, тогда у меня будет 0. Значит, плюс 0, 0, 1. Вот, я перехожу вот в такую вот систему координат. Смотрите, как бы, наша плоскость, она превращается просто во что, да? Давайте мы сделаем проверку. Плоскость была x минус z плюс 1 равно 0. Значит, если я подставлю сюда вот эту штуку, x у меня, это, значит, 1 на корень из 2, y' штрих плюс 1 на корень из 2, z' штрих, значит, минус 1 на корень из 2, y' штрих, минус 1, значит, плюс 1 на корень из 2, z' штрих, минус, то есть плюс 1 еще и минус 1 равно 0. y сокращается, единички сокращаются, получается 2 на корень из 2, z' штрих равно 0, или z' штрих равно 0. То есть, да, в самом деле, наша плоскость имеет то уравнение, ради которого мы эту систему координат брали. Теперь к нашему конусу. Значит, вот у нас конус был x в квадрате плюс y в квадрате минус z в квадрате равно 0. Тогда я делаю замену ровно как здесь. У меня 1 на корень из 2, y' штрих плюс 1 на корень из 2, z' штрих в квадрате плюс, кто у меня, значит, y. y у меня это просто y' штрих. И минус z. z у меня это значит 1 на корень из 2, y' штрих, минус 1 на корень из 2, z' штрих плюс 1 в квадрате равно 0. Не забывайте сдвиг. Отлично. Теперь смотрите. Конечно, я здесь должен... А, сейчас, сейчас, только я неправильно написал за минуту для y. y у меня это x штрих. Вот тут вот у меня x штрих. Вот у меня x, у меня, значит, вот он. y у меня это просто вот, а z у меня вот. Смотрите, конечно, здесь можно начать сразу раскрывать скобки, но мы не забываем, что нас интересует сечение. А сечение-то у нас плоскостью z штрих равно 0, да? То есть, смотри, значит, нас интересует... Нас интересует сечение плоскостью z штрих равно 0. Поэтому вместо того, чтобы раскрывать скобки, а потом подставить, я подставлю сразу, потому что это сильно упростит жизнь. У меня будет 1 на коровине из 2y штрих в квадрате плюс x штрих в квадрате минус 1 на коровине из 2y штрих плюс 1 в квадрате равно 0. Смотрите, как бы раскрывать скобки здесь и упрощать, это уже проще, чем было там. Но давайте сделаем это. Значит, 1 2y штрих в квадрате плюс x штрих в квадрате минус, значит, 1, минус 1 2y штрих в квадрате, да? Удвоенное произведение минус 2 на коровине из 2y штрих минус 1 равно 0. Ну, смотрите, дальше здесь нам нужно приводить получившуюся плоскую кривую к каноническому виду. Здесь это получилось достаточно просто, потому что у нас она уже почти в каноническом виде. Значит, смотрите, здесь y квадрат сокращается, все было хорошо подобно. У нас получается просто вот такая вот штука. вот эти ясно, что это парабола. Давайте мы ее переведем в канонический вид, да? Значит, у нас канонический вид у параболы, он какой? Да, это значит, должен быть x в квадрате равно, значит, вообще нет, там у нас, y квадрат равно 2px, да? Поэтому смотрите, что я сделаю. Значит, я вот это напишу в таком вот виде. Я напишу здесь 2 на 1 на корень из 2, а здесь я напишу y штрих плюс... плюс корень из 2 на 2. Вот. Я сделаю тогда еще одну замену, да? Значит, это у меня будет просто x 2 штриха. А теперь я хочу, чтобы вот это вот у меня было y 2 штриха. Поэтому, значит, это у меня y 2 штриха минус корень из 2 на 2. Ну, тогда я перенесу это в другую часть, у меня будет вот это. А это у меня, значит, как было, да? Я получаю тогда, значит, х2' в квадрате равно 2 на 1 на корень из 2 у2'. Смотрите, это парабола с фокальным параметром, значит, p равно 1 на корень из 2, значит, вершиной в этой самой в от 2 штрихах y, 2 штрихах z, 2 штрихах z. Какая здесь вершина? Вершина здесь 0,0, не забываем, что z еще 0, значит, и осью в этой же самой системе когнат с направляющим вектором. Какой здесь направляющий вектор? Направляющий вектор в таком виде это вдоль оси x, то есть 1, 0, 0. Ну за что, осталось только пересчитать все, значит, у нас фокальный параметр, значит, ответ. Значит, у нас парабола. С фокальным параметром 1 на кровь ни с 2, значит, вершина. Нужно просто пересчитать, смотреть, значит, у нас вот в этих координатах у нас 0, 0, 0, да, значит, давайте я здесь это вычислю. Все это, значит, в просто штрихованных координатах, значит, что это будет, смотрите, у нас здесь от y просто делают сдвиг, это будет 0 минус кровь ни с 2 на 2, 0. А тогда в о, x, y, z, да, что мне нужно сделать? Мне нужно просто взять и вот в эту замену подставить вот это вот число. Ну, давайте, значит, увидим, где у нас, где у нас эта вершина тогда. Значит, x координата у нас будет, значит, 0 на 0 плюс кровь ни с 2 на минус кровь ни с 2 на 2. Это будет минус 1, 2, и плюс еще 0 будет минус 1, 2, да. y координата, она просто вот 0, а z координата какая будет? 0 на 0, значит, плюс кровь ни с 2 на минус кровь ни с 2 на 2. Это будет минус 1, 2, плюс 0 и плюс еще 1. Минус 1, 2, плюс 1, это 1, 2. Значит, вершина у нас вот такая вот, да, и, значит, и осью, и осью, осью, значит, осью с направляющим вектором. Ну, значит, что, значит, у нас ось в этой системе координат была 1, 0, 0, просто штрихованная отличается, только с двигом он останется вот таким же, да, а в системе координат исходной, значит, я вот эту матрицу должен буду умножать на 1, 0, 0. Что у меня тогда получится? У меня получится просто вот этот вот вектор, поэтому с направляющим вектором 0, 1, 0. Поэтому, смотрите, значит, мы все успешно пересчитали. Значит, эта задача, на самом деле, к счастью нашей была очень простая, потому что здесь все хорошо подобрано. Смотрите, здесь в плоскости нет y, поэтому один вектор просто 0, 1, 0. В общем случае у вас все три вектора будут какие-то такие, то есть без нулей у вас здесь не будет нулей. Ну и здесь нам тоже повезло, да, потому что когда мы раскрыли скобки, мы сразу же увидели, что это парабола. В общем случае может получиться какая-то кривая произвольного ВИНа, но как приводить произвольную кривую второй степени к экономическим координатам, это мы уже обсуждали. Поэтому, значит, вы на самом деле знаете все, чтобы решить эту задачу. Ну и на этом мы этот семинах заканчиваем.